Привет, мои биатлонные друзья! Вчера был официально объявлен состав сборной России от СБР, тот, который отправился на согласование СВАДА. Ну и Виктор Майгуров искренне надеется, что никаких оснований для отстранения кого-либо из наших спортсменов от чемпионата мира нет. И состав должен быть согласован в таком виде, иначе никто не захочет судиться и устраивать беспредел над нами. Будем в это верить, будем верить в лучшее, особенно что касается Александра Логинова. Ну и так у нас получается вот такой список по шесть мужчин и женщин. В общем-то, с одной стороны есть из кого выбрать, а с другой в некоторых моментах выбирать-то не из кого. Но, тем не менее, наше дело какое? Предложить оптимальную расстановку по всем гонкам, а уж тренеры им виднее, им решать, примут какое-то свое решение. Так как я вижу состав сборной России в первый день смешанная эстафета, после которой будет выходной день. Здесь возможны разные варианты, но основной принцип это не ждать добра от добра. И у нас есть уже проверенный эстафетный состав, который одержал победу в Оберхофе. Это Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Именно в такой расстановке. Мы отдаем отчет в том, что составы соперников были не везде оптимальные. И повторить этот успех на чемпионате мира будет гораздо сложнее. Но, с другой стороны, у нас нет и однозначного варианта усиления состава. Разве что попробовать Павлова вместо Кайшева. Но у Евгении впереди также немало ответственных гонок, в том числе и эстафетных. Поэтому, я думаю, что ее можно рассматривать как запасную. Связка, спринт, преследование. Здесь вариантов не так много на самом деле. Самая интересная ситуация это у мужчин, где есть три лидера, три надежных биатлониста, на которых наши тренеры могут положиться. Это Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Гелесеев. Каждый из них может в связке, спринт, преследовании выступить удачно. Касательно Елисеева, ему, конечно, в пассивике будут тяжелее. И, как говорится, брать быка за рога надо уже в спринте. Но в их, скажем так, обоснованности, включении в заявку, нет никаких сомнений. Что касается другого варианта, еще у нас две вакансии дополнительные, поскольку Логинов действующий чемпион мира, он идет вне квоты. Соответственно, на оставшиеся два места, скорее всего, будут претендовать Антон Бабиков, которого необходимо проверить перед эстафетой. И Карим Халили, его привезли с чемпионата Европы. В общем-то, специально под этот старт не стали никем седьмым усиливать состав команды. Ну, значит, Кариму и бежать. Честно говоря, для этих спортсменов хорошим результатом будет попадание в первый соревновательный день в гонку преследования, но во второй в очки. И в качестве запасной в женской команде выглядит Ирина Казакевич. Честно говоря, по ее выступлениям в январе она никак не заслужила участия в чемпионате мира, выглядела слабее той же Куклиной и никак себя не проявляла. Поэтому будет логично, если тренеры ее берут только в качестве запасной, и, соответственно, она может только страховать кого-то из лидеров. Далее у нас индивидуальные гонки, где тренеры анонсировали уже, что побегут и Гараничев и Куклина. Мужчин в таком случае в составе должны быть все те же Логинов с Латыповым, наши железные бойцы. Соответственно, Гараничев получается третьим. Ну и четвертый, скорее всего, это Антон Бабиков. В качестве резервного варианта должен быть Карим Халили. Ну, здесь уже вариант, кто из них с Бабиковым лучше себя проявит в спринге. Бесеев, в свою очередь, индивидуальную гонку бежать не должен. Он нуждается в восстановлении. А такой тяжелый старт, в котором он никогда себя, в общем-то, хорошо не проявлял, абсолютно не имеет для него никакого смысла. Что касается женской гонки, то здесь логичнее было бы проверить Миронова как лидер команды, Кайшева, Куклина, поскольку ей гарантировано и так место, и, пожалуй, Павлова. Татьяна Акимова, в свою очередь, не очень хорошо бегает индивидуалки, ей лучше было бы готовиться к эстафете. То есть тут, в принципе, расклад тоже более-менее ясен. Далее одиночная смешанная эстафета. Здесь тоже нет смысла ждать добро-добро. У нас есть хороший спаренный тандем, который выиграл рождественскую гонку, и хоть там большинство сильнейших соперников не выступали, а на чемпионате мира будут гораздо более сильно подготовленные дуэты. Но мы считаем, что Матвей Елисеев и Евгения Павлова должны бежать сингл-микс. В качестве запасного варианта можно рассмотреть Ларису Куклину, тем более, что Куклина справилась с этой гонкой в рамках чемпионата Европы. Там уже Евгений Гараничев подвел. Вот Елисеев же ему вот эти короткие отрезки, где он может ускоряться, также подходят, в общем-то, неплохо. Стреляет он тоже достаточно быстро. И Павлова хорошо работает с оружием. Но главное при этом попадать, чтобы не была такая ситуация, какая у них возникла потом уже в официальном старте сингл-микста в Оберхофе. Но лучшего варианта, чем они, нет. Тем более, что у нас нет ярко выраженных лидеров спортсменов прямо элитного уровня из топ-15. Далее эстафеты. Здесь, в общем-то, оптимальные составы, я считаю, были обкатаны в Антхольце, где команды показали свои лучшие результаты за два года. Женская сборная одержала победу. Мужская после многочисленных четвертых мест наконец поднялась на пьедестал. Поэтому эти четверки логично было бы ставить. У мужчин первый этап это Антон Бабиков. В эстафетах он преображается, стреляет очень быстро. Четко, надежно. И тот небольшой проигрыш, который имеет место быть на дистанции, нивелирует за счет именно работы на рубеже. Круг не такой большой, поэтому много он не проиграет. Может проявить волю, продержаться. Далее Матвей Елисеев, который тоже последний раз на втором этапе себя проявил хорошо. Главное, чтобы у него не было отставания сильного на старте. Ему не приходилось идти не в своем темпе. Александр Логинов тоже, наверное, на данном этапе третий отрезок лучше подходит, чем четвертый. Ну, а Эдуард Латыпов уже зарекомендовал себя надежным финишером. У женщин, в свою очередь, на первом этапе также проверенный боец Евгения Павлова. Далее Татьяна Акимова, которая очень хорошо усилила женский эстафетный состав, смотрелась лучше Куклиной. Куклину также вижу как запасную участницу в женской четверке. Третий этап здесь уже он стал комфортным, проверенным для Светланы Мироновой. Ну и в качестве финишера самая хладнокровная, надежная участница нашей эстафеты Ульяна Кайшева. Ну и, наконец, масс-старты. Здесь от тренеров ничего не зависит, так как составы будут отбираться по результатам чемпионата мира. Могу лишь напомнить, что для того, чтобы попасть в масс-старт, нужно заваливать личную медаль. Либо попасть в топ-15 по общему зачету Кубка мира. Либо в число остальных участников набрать больше всех очков в гонках непосредственно в рамках чемпионата мира. Поэтому здесь могу сделать только лишь прогноз, кто у нас по итогам личных гонок может отобраться. Я думаю, что Россия будет представлена четырьмя спортсменами. У мужчин это будут Александр Логинов и Эдуард Латыпов. А в женской команде Светлана Миронова и Евгения Павлова. В принципе, при идеальной стрельбе каждый из них мог бы побороться за награды и в этой контактной гонке. Ну а там уж на чемпионате мира будет видно, насколько у них останется сил. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. Не заходите на штрафные круги. Ну а мы будем дальше уже рассказывать о предстоящем чемпионате мира.